друзья всем добрый день всем здравствуйте зовут меня ольга и вы на моем канале о моих увлечениях преимущественно я все же стараюсь вязать а это значит исследовать все новую и новую для себя пряжу в этот раз у меня в руках кашемир от фирмы atrico и цвет у меня 16 15 что нам говорит производитель это у нас будет обзор честный обзор на пряжу что я не думаю мои первые впечатления ну а о результате мы с вами будем судить когда я уже свяжу изделие итак состав пряжи 50 кашемир 20 шерсть 30 искусственные волокна вес 50 грамм длина 320 метров произведено в кнр и магазин сам atrico до ссылку дает единственное что на этикетке нет указаний но тут понятно да что стирать руками утюжить на единички в общем рекомендации единственное что здесь нет рекомендации по спицам но рекомендации по спицам есть на сайте я зашла посмотрела там бывают еще мастер-классы разного рода на ту или иную пряжу прикреплены на сайте посмотрела рекомендуют если в одну нить и одна дополнительная катушка к этой пряжи идет то рекомендуют спицы 22 с половиной я решила связать образец и посмотреть что же подходит мне спицы я взяла в работу ади они одинаковые у меня но одни у меня здесь идут два с половиной а другие идут тройка вязать этими спицами спицами ади с таким тросиком с такой леской мне понравилось хорошо идет по пряже нареканий нет и так связала образец первая часть образца связана на спицах два с половиной а вторая часть образца связана на спицах номер три если приглядеться даже так видно небольшая рядность на лицевой глади вязала я значит в одну основную нить одну дополнительную не хочу я вязать в два сложения от слова совсем но на сайте есть рекомендации что если в два сложения то спицы нужно брать 3-4 но это даже не будем пробовать потому что моя задумка именно на в одну нить вязать потому что полотно получается достаточно плотным я думаю что она будет теплым и так как в составе заявлен кашемир в размере 50 процентов то она еще и из каждой стирка должно раскрываться образец я еще не стирала и так спицы два с половиной резинка мне очень пока нравится до вто посмотрим что будет после вязала бабушкиными петлями самыми обыкновенными и на мой взгляд резинка ложится очень хорошо то есть использование изнаночных петель в вертикали не в горизонтали до в этой пряжи смотрится хорошо лицевая гладь спицами два с половиной смотрится хорошо но мне кажется она под забьется то есть если вязать что-то плотное например капор туда два с половиной я думаю да будет хорошо но если вязать джемпер свитер я все же решила попробовать спицы номер три и действительно полотно спицами номер три пока до вту мне нравится больше то есть если я все же решусь вязать себе свитер или джемпер то я буду вязать спицами номер три не меньше а резинки буду вязать спицами два с половиной они мне нравятся попробовала здесь горизонтально выложить изнаночные петли и вы знаете в платочки мне это пряжа не понравилось ну то есть горизонтальные какие-то узоры на мой взгляд в этой пряжи будут смотреться слегка знаете прыгающими но опять же после этого посмотрим может быть я поменяю свое мнение но обычно когда мы с вами вяжем платочную вязку она такая знаете рыхлая пухлая такая и сразу нравится в полотне если пряжа показывает всю прелесть и красоту ну пока нет вот такой образец у меня получился сейчас мы с вами его замерим и я его постираю и расскажу уже свое мнение после вату итак давайте попробуем замерить замеряем по платочные вязки сколько у нас 12 сантиметров давайте замерим вот здесь где у нас лицевая гладь 11 с половиной сантиметров и давайте попробуем замерить резинку в нерастянутом виде пока 9 сантиметров посмотрим особенно что будет с резинкой после в этом и высота образца у меня идет 10 с половиной сантиметров после вот то посмотрим что из этого получится ну что же давайте посмотрим что же у нас по итогу получилось после вт о посмотрим поближе полотно стало более пушистым она немножечко забилась между петельками но я думаю чем больше стирок будет тем больше будет выпуск вот этого пушка очень мягкая невероятно классное полотно вязать уже вязать даже приятно то есть это не с большой пропиткой да как обычно у нас бобинная пряжа например бывает вязать приятно после вто полотно выровнялось но рядность все равно видно то есть нужно будет контролировать плотность если вязать например совсем без рисунка можно вязать мелкими косами будет красиво то есть все что не горизонтально а вертикально я бы в этой пряже советовала потому что полотно прям восхитительное мне очень нравится она тактильно когда постирала она не разъехалась особо никуда как это бывает например стен даже пух норки он ведет себя так вот специфически а здесь прям такое стабильное полотно давайте посмотрим насколько она стабильно в плане растянулась не растянулась что-то она высохла мне не так что кстати говоря платочная вязка мне все равно не нравится посмотрите но вот не идет эта полоса ровно она как будто немножко такая кудрявая но все равно давайте посмотрим что у нас получилось 11 с половиной сантиметров здесь 10 с половиной сантиметров резинка но девять с половиной сантиметров она не совсем разъехалась но и не держит видно было по полотну что резинку особо не держит видно что превращает в квадрат на что и здесь 10 сантиметров безусловно образец немножко подсел после в итоге то есть это нужно будет учитывать если мы будем с вами вязать большое изделие чем больше изделия тем больше усадка то есть усадку полотно все таки дает далее что мы здесь еще можем поэтому образцу сказать про рядность я сказала про то что она невероятно тактильно приятная сказала резинку не держит можно вязать плечевые изделия можно вязать детям мне кажется потому что уж очень мягенько будет например я бы вязала комбинезон чеки знаете такие грязные комбинезон чеки где-то до трех лет вот очень хороши очень прям будут потому что мягкая и невероятно нежная пряжа так ну что все дорогие друзья я отправляюсь вязать плечевое изделие у меня должно хватить на плечевое изделие а вы же подписывайтесь на канал ставьте лайки следите за новостями и мы с вами надеюсь что у этой осенью уже увидим готовые изделия и там сделаем окончательные выводы относительно этой пряжи всем удачи и пока пока